Девушки отдыхают 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 Но если кашель не проходит в течение недели, то это говорит о том, что у человека уже дальше распространяется это заболевание. То есть происходит заражение уже не только именно заболевание полости рта, глотки, а заболевание распространяется дальше, начинает поражаться именно бронхи. При этом возникают бронхиты или еще более глубже, если мы возьмем, то развивается пневмония. Субтитры создавал DimaTorzok Людмила Семеновна, как Вы оцениваете санитарное состояние привокзального рынка? На данный период оно считается неудовлетворительным. Что особенно Вас возмущает, как работника санэпидемслужбы? Неустроенность, неблагоустроенность вот этой территории, по которой Вы сейчас прошлись, Вы видели все это так же. Сейчас нужно асфальтировать, а потом приглашать и торговать. Как Вы считаете, на этом рынке могут реализовываться продукты питания, мясо, хлеб? В зимний период это допускается. Это то, что касается мяса. Молоко, творог, на летний период нет, условий нет. Что будет предприниматься Вашей службой после сегодняшнего рейда? А то, что обычно после каждого рейда предпринимается. Мы даем предписание, но оно почему-то остается без ответа. Пока нет отдачи от дирекции рынка. Я думаю, все это изменится, потому что мы теперь взаимодействуем с исполкомом. Я думаю, отдача будет. Сегодня в городе Димитрове состоялся грандиозный праздник детства, организованный городским Домом творчества детей и юношества при поддержке городского совета, городской организации Народно-демократической партии Украины. Генеральный спонсор праздника – Ассоциация делового сотрудничества. Генеральный директор Виталий Леонидович Ключко. Сегодня у нас проводится большой детский праздник, праздник детства. Для ребят будут бесплатными аттракционы, игры, большое количество призов. Программа праздника, посвященного Международному дню защиты детей, была насыщена и интересна. Красочное, театрализованное карнавальное шествие, в котором приняли участие учащиеся и воспитанники школ и детских садов города, увенчалось интереснейшим праздником – город детских улыбок, где ребят ждала масса конкурсов и соревнований. Кульминацией праздника стал розыгрыш лотереи «Награда за улыбку». Мы живем, работаем, строим для детей, поэтому, в конце концов, это наше будущее, поэтому тут никакими оправданиями быть не может. В воскресенье на главной площади Красноармейска состоялся праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей, организованный творческими работниками Дворца культуры имени Ленина, при поддержке шахты Красноармейской Западной номер один и благотворительного фонда «Надежда». Для детворы были организованы конкурсы и игры. Победители школьных олимпиад были награждены ценными подарками. Для всех участников праздника благотворительным фондом «Надежда» директор Людмила Голубь был организован сладкий стол. Творческие коллективы Дворца культуры имени Ленина подарили детям и их родителям праздничный концерт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова